К нам подключается Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Знаете, мне кажется, что после того, как чувака Вагнера взяли в плен российского кадрового офицера, то в этот момент противостояние Пригожина и Минобороны, оно действительно вышло на какой-то принципиально новый уровень. Вот во что это может вылиться? Как вы считаете, отмечаете ли вы действительно это событие как какое-то, может быть, прецедентное? Ну, я бы не сказал, что на новый уровень. Оно вышло на новый уровень медийной освещенности. До этого вполне жесткие были отношения, и было понятно, что очень жесткая конкуренция, вполне бандитская такая на силовом уровне, за то, кто принесет Путину победу. И Пригожин действовал, и не раз уже заявлял, на грани фола, потому что он, говорил, материл руководителей Министерства обороны и Генштаба, требуя от них в наглую особых условий снабжения снарядами. Если бы всю российскую армию можно было снабжать снарядами по Пригожинским нормативам, то, наверное, она бы тоже могла продвигаться вперед. А так Пригожин все перетянул одеяло на себя, вызвал, конечно, нелюбовь, мягко говоря, у силовиков. И теперь он, поймав вот этого зайца, несет его и кладет к ногам хозяина. Совершенно мгновенно демонстрируя, что он хозяин положения. Я взял, я свою задачу выполнил, а теперь, ну, вы давайте. Значит, он понимает прекрасно, что удержать, бахнуть задача, может быть, даже более сложная, чем взять. Потому что территорию можно обстреливать, продвигаться дальше нельзя. И Пригожин это прекрасно знает, там, полоса холмов, которую штурмом, пожалуй, нельзя в ближайшем будущем. И он вот так вот на фоне медийной победы отходит в сторону. Он говорит, ну, вот я самое трудное решил, теперь вы, товарищи. Армейцы это прекрасно понимают. Поэтому они его, они бы при любой возможности, они бы с него сняли скайп. Это понятно. Пригожин у Скальп дорог, хотя на нем нет боевого хайра этого. Тем не менее, Пригожин с ним свыкся и прощаться с ним не хочет. Но, поскольку он победитель, он диктует правила игры и требует, пугает, шантажирует в открытую кремлю. Я уйду, а вы разбираетесь. А вот мне отдохнуть надо, а я заслужил. А вы там, пожалуйста, булькаете. Вояки это прекрасно понимают. Они его, они его всяким образом мстят. И просто то, что произошло, это, ну, не то, чтобы гнойник вскрылся, а, ну, первые признаки того, что вот утекло прямо в средства масс информации. Характерно ведь, что Пригожин, опять же, это все сделал, организовал этот опрос и слил в сеть. Это означает, что он объявляет войну. Кому? Ну, естественно, шайгувским. То есть мы имеем дело в терминах бандитов, когда пригожинские пацаны, по сути дела, разбираются с пацанами шайгув. Вот это признак распада и деградации российской государственности, в частности, той части этой государственности, которая всегда гордилась своей силой, а именно армейской составляющей. Но процесс идет пока под управлением. И то, что Пригожин заявил в ответ на предложение украинской стороне обменять этого подполковника на захваченных российских военнослужащих в Белгородской области, он объявил, что полковник не пленен. Полковник взят под арест для того, чтобы передать его под полковник. Для расследования нарушал ли он там закон и так далее. То есть Пригожин понтует, банкует и вообще гуляет по буфету, но при этом соблюдает некоторые правила и напрямую уже с высшим руководством ссориться не собирается. Но то, что происходит, это в общем вполне предсказуемо. И об этом многие говорили, включая меня, что это процесс распада российской государственности, когда силовые ресурсы распределяются между разной степенью отмороженности персонажа. Пригожин из них самый отмороженный. На втором месте, конечно, господин Кадыров. Но пока они все еще демонстративно показывают лояльность Путину и только Путину. Никакому ни конституционному строю, ни каким там правилам, ни каким правам. В принципе, силовики должны подчиняться законам и защищать государство, как совокупность этих действующих законов. А здесь мы имеем дело с полевыми командирами. Соответственно, Россия на глазах превращается в гуляй-поле, где лихие вооруженные пацаны выясняют, кто из них первый парень на районе, растопыли в пальце. Пока первый парень на районе, очевидно, пригожен. Все остальные парни, потому что он самый отчаянный, он самый рисковый, ну и самый отмороженный тоже. Это вызывает любовь и искреннюю симпатию значительной части российского электората. И он это знает. И используя свои информационные ресурсы, которых нет уже достаточно много, он это активно использует, развивая такую очевидную совершенно популистскую риторику, изливая гнев на Москву, на правительство, на зажравшихся там обитателей Рублевки. Ну, все понятно, так всегда делают крупные популисты. А он крутой пацан, простой, который понимает ситуацию, говорит правду, ну и, соответственно, успешно осваивает нишу, оставленную ему на наследство, кому-то, Джириновским. Вот как положено, такого рода людям, пригожен приглашение не ждет, а просто в наглую. Ну, если бы он был, это были термины 18-го и 19-го века, можно было бы назвать это дворянской дерзостью или смелостью. А поскольку речь идет об уголовнике, то это наглость. И вот он с этой наглостью занимает все эти самые территории, в том числе территорию в глазах или в мозгу российского общества. Это красноречивая деталь, но это только начало процесса. Дмитрий Борисович, ну вот пока вы наблюдаете за лесом, я вас еще хочу поспрашивать про деревья. И мне показалось, что вчерашнее событие в Белгородской области, оно тоже не рядовое, и вы наверняка меня поправите, если, на ваш взгляд, это не так. Что заметила я, что с середины, мне кажется, нулевых не было случаев, когда должностных лиц, в данном случае губернатора Белгородской области Гладкова, вызывали бы в качестве переговорщика в случае, когда имеет место захват, в данном случае, пленных. Мне кажется, не было таких кейсов. И отмечаете ли вы вот это событие, как, может быть, какую-то новую грань войны? Ну, я думаю, что это, опять же, вот такая наглость со стороны тех, кто проник на территорию России. Они с Путиным, говорит, не собираются. Они с Пригожиным, да, ну и с Пригожиным тут ни при чем, хотя потом они с ним пытались говорить. Они с Шойгу, говорит, не собираются. Они нащупали, как они решили, нащупали самое слабое звено и решили, что это губернатор. Ну, действительно, у губернатора нет подчиненных ему войск. Простите, пожалуйста, губернатор – штатская фигура. Его задача – хозяйственное развитие региона, поддержание его в порядке, там еще что-то такое. За сохранность границ отвечает ФСБ. И армия тоже отвечает, но не губернатор. Но поскольку и ФСБ прокололось, и армия прокололось, то вынуждено дуваться за всех глотков, у которых, в общем-то, никаких ресурсов для этого нет. Он может поменять стекла в выбитых домах, он может вывезти, организовать вывоз этих людей. И все равно он будет виноват, потому что он не приносит общественному мнению победу. Он пытается минимизировать последствия поражения. То он бы хоть сам себя принес, простите. Мог бы сам себя принести на переговоры в обмен на, собственно, парочку пленных. Нет, конечно. Ну что вы. И те, кто ему это предлагали, они прекрасно понимали, что он никогда на это не пойдет. Это же самоправство, это вторжение на территорию силовиков. Или он сам сообразил, или ему из Кремля аккуратно позвонил и сказал, ты чего, не вздумай. Это же, получается, как? На территорию Российской Федерации вторгаются незнамо какие люди, выбирают заложников и могут продать их, например, в рабство, в Золотую Орду, как было в XIV веке. Или в Крыму продать итальянцам, чтобы они потом работали где-нибудь в Венеции или в Генуе, как было в XV-XVII веках. Нет, этого Москва допустить не могла. Но в то же время понятно, что Москва пребывала в растерянности. И единственный, кто там действовал, по сути дела, ну какие-то там военные подразделения действовали, и губернатор, который пытался решать человеческие проблемы, организовать эвакуацию, потушить пожары. Но народное мнение, общественное мнение, оно думает, что главное – это война, а воевать губернатор не может. Поэтому, конечно, со стороны вот этих людей, прорвавших границу, это был некоторый, я так понимаю, провокационный съемок. А ну-ка давай, вот, значит, поменяй. На кого менять? Как менять? Какие полнобочия губернатора? Поэтому, естественно, он принял, на мой взгляд, удачное решение. Сказал, да-да, готовы, но давайте увидимся там-то и там-то. Назвав место заведомо неприятное и неприемлемое для украинской страны. Так что это такой обмен демонстративными шагами, чтобы показать, что вообще эти напавшие на Белгородскую область джентльмены, они в упор не видят ни ФСБшников, ни армейцев, они пытаются договариваться с губернатором. А губернатор, при всей понятности его, ограниченности его ресурсов административных, и тем более силовых, на него все равно ложится ответственность. Он в глазах общественного мнения так или иначе будет крайним. Так или иначе его назначат виноватым. Потому что не Путин же виноват, правда. И не Шойгу виноват, тоже правда. А вот Гладков, ну это такой расходный материал. Поэтому чем больше он будет заботиться о людях, и чем больше он будет организовывать их вывоз, питание, кормление, лечение и так далее, тем больше, в конце концов, он и получит. Потому что вертикаль так устроена, что о победах народу сообщает первое лицо, о поражениях желательно, чтобы сообщал даже не второе, а третье, пятое по иерархии. Вот Гладкову эту горькую чашу и приходится пить. Если бы он поменял этих пленных, правда непонятно на что, на кого. На разговор. Ему предлагали поговорить... Его бы сейчас жило просто. Простите? Да, ему предлагали поговорить как раз вот в церкви, 17 часов, куда его позвали на встречу. Ему предлагали поговорить о судьбах России в обмен на двоих пленных. Ну, конечно, а потом бы это все... Ну, дурак был бы, если бы согласился. Простите, пожалуйста. Потом бы из этого сделали очень хорошее шоу. Он путинский губернатор, он человек на поводке. Что он может сделать? В общем-то его никто не избирал. Его назначили из Кремля. Он целиком зависит от... Ну, избрали, конечно, но как по-путински. Поэтому те, кто ему это предлагал, прекрасно знали, что он откажется. И, конечно, он отказался. Так или иначе, если бы он согласился, он был бы виноват. Если бы он отказался, он будет виноват. Просто все равно какого-то стрелочника надо найти. Ну, не совсем мелкого, а вот такого среднего уровня. Ну, найдут, конечно. Куда он денется-то? Дмитрий Борисович, последним вопросом задам. Но, к сожалению, у нас будет буквально пара минут на ответ. А вопрос это касается вчерашних акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли по всему миру, и в частности в России. Вот как раз перед этими акциями до 4 июня ФБК получали большое число критики, критических комментариев о том, что мы якобы отправляем людей под дубинки. Но мы видим, что и сами люди в России не испугались. И, конечно, в связи с этим вопрос к вам. Почему люди не испугались, как вы считаете? Ну, во-первых, конечно, значительная часть страны испугалась. Если бы это была мирная Россия, нормальная Россия, свободная Россия, ну, во-первых, тогда бы Навальный не сидел, а во-вторых, тогда бы в его поддержку вышли десятки тысяч. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Сейчас вышли отчаянно смелые люди, снимая перед ними фляпу. Конечно, их постараются напугать, наказать, чтобы впредь не высовывались и так далее. Но то, что они вышли, это уже очень важно. Это важно, потому что кто бы, кто бы про Навального не говорил, это человек, который несправедливо сидит в тюрьме, это человек, который проявляет исключительное мужество и которого хотят, пользуясь русским словом, извести. Вот просто хотят его сжить с лица земли. И делают для этого все. И поэтому, ну, просто нормальная человечность, не говоря уже про политические требования, обезует людей выступить в поддержку отца двух детей, в конце концов, самого влиятельного московского политика после действующего мэра, который в конце концов набрал 28% голосов на честных выборах, когда подсчеты были еще более или менее управляемы. Это человек крупного политического масштаба. И с политической точки зрения, и с человеческой точки зрения, и с демократической точки зрения, этот человек должен быть на свободе. Потом с ним можно дискутировать, выяснять, прав он или не прав. А сейчас требование одно – свободу Навальному. То, что люди вышли, ну, они молодцы. Но, опять же, в нормальных условиях их бы вышло значительно больше. Я имею в виду Россию. Думаю, что... Ну, ладно, мы не будем касаться вопроса о том, ошибся он или не ошибся. Давайте не будем. Сейчас тема одна – освободить Навального. Сегодня. Дмитрий Борисович. Потому что есть еще тема – не дать Путину победить. Это тема постоянно присутствующая. А сегодня день Навального. Всем привет! Спасибо, что смотрите видео на канале «Популярная политика». Все, что мы делаем, мы делаем благодаря вам. Пожалуйста, распространите ссылку на это видео, поставьте свой лайк. И самое главное – поддержите работу этого канала. Становитесь его спонсором. acho, что мы делаем «Популярная политика». Посмотрим, что мы сделал язык на вывода для внимания не Wooden clientele. Удачи для того как в этом году понимали, что голосовича котораяでしょう, унимает 1'ю кlem'а given. Ужас, посмотри. И я хочу vender к eighth時, немножкоrest advent는데요 האуны – что у нас уже есть немного пайта. life! Mexico «Пасывай мин»